Докладчик Яковлев Алексей Валерьевич, значит это Казанский федеральный университет, Казанский-Поволжский, и его доклад Механизмы развития гипервозбудимости нейроногипокампокрыс с пренатальной гипергомоцистенемией Значит, пожалуйста, 15 минут и 2 минутки на вопросы Спасибо большое за приглашение, уважаемые организаторы Дорогие коллеги, я сегодня вам расскажу, что такое вообще гомоцистеин и откуда он берется у нас Итак, по сути дела, все это начинается с невинной незаменимой аминокислоты метионин Который поступает в организм и в ряде метаболических процессов конвертируется в гомоцистеин По сути дела, в физиологических условиях гомоцистеин не накапливается Он быстро либо метилируется и снова превращается в метионин Который дальше уже используется для разных как донора метильных групп и так далее Кроме того, гомоцистеин может конвертироваться уже по другому пути Биологически активные молекулы, такие как таурин, глутатион Которые также участвуют в работе синтеза глутатиона, синтеза белков, метилилинга, ДНК И ряд других физиологических особенностей Но из-за внешних или внутренних факторов патологических гомоцистеин может накапливаться в организме В крови, в тканях и показано, что у человека превышение концентрации гомоцистеина свыше 12 микромоль Приводит к развитию такого заболевания гипергомоцистеиномия В зависимости от концентрации они делятся на ряд тяжестей Очень важно, что, как вы видите, вот эти факторы, они достаточно обыденные То есть это диспалансия питания, нарушение потребления витаминов группы В Это возраст, показано, что с возрастом концентрация гомоцистеина увеличивается Наследственные заболевания и прием некоторых лекарств Основной механизм в клетке Гомоцистеин является структурным аналогом глютамата И он может действовать на глютамат-эргические рецепторы Кроме того, гомоцистеин может вызывать оксидативный стресс Что приводит к нарушению синтеза антиоксидантных веществ Изменение, повышение уровня гомоцистеина приводит к тому, что наблюдается так называемое гипоментилирование Что сказывается на ДНК и повреждении его Соответственно, повышение уровня также приводит к тому, что наблюдается гибель клеток Клинические данные показывают о том, что высокий уровень гомоцистеина наблюдается при различных патологических состояниях Например, у 10-40% пациентов, страдающих судорогами, наблюдается высокий уровень гомоцистеина в крови Кроме того, высокий уровень гомоцистеина является одним из неблагоприятных факторов при беременности Показано, что гомоцистеин приводит к осложнениям беременности, преклампсии и к дефектам развития нейрональной трубки Кроме того, ряд данных клинических тоже показывает, что при определенных мутациях, например, ферменты редуктазы или синтазы Это приводит к накоплению гомоцистеина в крови и развитию эпилепсии и мигрений Кроме того, экспериментальные данные говорят о том, что введение гомоцистеина телактона Это метаболит гомоцистеина, либо внутрежелудочная, либо мозг Приводит к тому, что наблюдается апоптос клеток и развивается так называемая гомоцистеиновая эпилепсия Характеризующая высокой активностью Соответственно, мы попробовали посмотреть, что происходит в наших исследованиях Для этого в нашей лаборатории была создана экспериментальная модель Так называемая принадлергиберогомоцистеиномия, которая характеризуется в том, что самки получали метининовую нагрузку в течение до беременности и во время беременности А затем на потомстве ставили эксперименты В наших исследованиях мы брали потомство первой, второй и третьей недели после рождения Соответственно, анализ уровня гомоцистеина показал, что у самок и также у их потомства наблюдается высокий уровень гомоцистеина в крови Анализ показал, что это в средней степени гипергомоцистеиномия И это потомство характеризовалось снижением массы тела, а также количеством в помете И в первой серии экспериментов мы оценили, что происходит в экспериментальной группе, если апплицировать хемоконвульсант В качестве хемоконвульсанта мы брали флюоротил, брали клетку, располагали крысят, подавали флюоротил И затем с помощью шкалы РАСИ наценивали тяжесть развивающихся судорог В контрольной группе основная степень развития судорог была первая и вторая В экспериментальной группе мы наблюдали, что животные имели более тяжелую степень, четвертая и пятая И время начала судорожной активности у экспериментальной группы было меньше, чем в контрольной группе Также мы посмотрели электрофизиологию, для этого мы использовали инвиво-регистрацию гиппокампи Вводили электрод в СА1 область и регистрировали фонную активность Здесь показаны уже отфильтрованные сигналы в стариатум перимедалис, где черным это локальный полевой потенциал изменения А красным это потенциал действия Как вы видите, что у этих крысят и экспериментальной группы уже фоновая активность потенциалов действия повышенная Соответственно, аппликация флюоротила приводила к тому, что в СА1 области мы регистрировали эпилептиформную активность Длительностью примерно в среднем от 8 до 10 минут Анализ экспериментальных данных показал, что длительность этой активности контрольной и экспериментальной группы не отличаются друг от друга В то же время начало развития эпилептиформной активности в экспериментальной группе было раньше А амплитуда и мощность значительно выше Также мы оценили, что происходит с восстановлением с базовой активностью И обнаружили, что здесь как раз серым показана экспериментальная группа Что базовая активность в течение 2-3 часов после судорог восстанавливалась медленнее, чем в контрольной группе Скорее всего, это связано с тем, что нарушается работа натрий-калевая Т-фаза Из литературных данных известно, что гомоцистин может действовать на натрий-калевую Т-фазу Аналогичные результаты были получены и в срезах Также наблюдалось убыстрение развития эпилептиформной активности, увеличение мощности Если использовать более низкие концентрации, в качестве хемокоммунистанта мы здесь использовали 4-аминопиридин Мы брали 15 микромоль, в отличие от классической дозы 50 и выше То мы обнаружили, что срезы экспериментальной группы чаще отвечают развитием эпилептиформной активности Какой же все-таки может быть механизм? Один из причин развития эпилепсии является изменение так называемого соотношения возбуждения и торможения Чтобы исследовать вот это изменение, мы использовали пэтч-кламп регистрацию в C1 области Мы брали так называемые потенциалы реверсии, когда можно одновременно регистрировать и тормозные спонтанные события И возбуждающие спонтанные события И мы обнаружили, что возбуждающие глютаматопосредственные события, их частота выше В то же время тормозных значительно ниже Соответственно, соотношение возбуждения к торможению превалирует в сторону возбуждения Также мы обнаружили, что на первой неделе у нас появились события Ампоопосредственные с большой амплитудой и высокой частотой Соответственно, почему это может быть? Один из моментов показано, что первые две недели в гиппокампе Есть такой феномен, так называемый гамк-деполяризующий Когда из-за неразности, из-за экспрессии экструкторов хлора Амплиткация гамка, выброс гамка приводит не как в взрослом состоянии к торможению, а к возбуждению Чтобы посмотреть, что происходит в наших условиях, мы использовали зигуацин Это селективный агонист гамка-рецепторов В контроле в первой неделе наблюдается эффект возбуждающего гамка А уже на более поздних сроках, это P15, вот здесь показано Наблюдается угнетение То есть гамк переключается в процесс торможения В экспериментальной группе пренатальной ГГЦ мы наблюдали аналогичные результаты на первой неделе А уже на второй и последующей неделе мы видели, что аппликация агониста гамка-рецепторов вызывала также возбуждение На третьей неделе у нас получились недостоверные, но все же увеличение Соответственно, мы приходим к выводу, что переключение с дополяризующего эффекта гамка на гиперполяризующий В экспериментальной группе животных задерживается Чем это может быть связано? Это может быть связано с изменением так называемой потенциала реверсии Известно, что потенциал реверсии это как раз тот мембранный потенциал клетки Когда происходит реверсия токов через гамк-рецепторов При дополяризующем гамк, как я уже говорил, аппликация гамка приводит к возбуждению и, соответственно, генерации потенциала действия Чтобы понять, мы проанализировали одиночные гамк-каналы и обнаружили, что движущая сила гамк-рецепторов Она слегка достоверно деполяризована, то есть отнесена в сторону деполяризации по сравнению с контрольной группой Без изменения мембранного потенциала мы нашли, что потенциал реверсии гамк-рецепторов деполяризован Что приводит к тому, что любое возбуждение приводит к развитию гипервозбудимости И, соответственно, можно сделать заключение, что высокий хронический уровень гомоцистеина в онтогенезе Приводит к развитию оксидатинного стресса, ряду эндотелиальных дисфункций, воспалений Некие эпигенетические факторы запускаются Например, как я уже говорил, гомоцистеин способен изменять глобальное метеоризование Что приводит к изменению формирования нейрональной сети в головном мозге Соответственно, это связано с изменением баланса торможения и возбуждения Вот здесь показаны возможные механизмы То есть изменение активации глютамат-рецепторов Замедление переключения деполяризующего эффекта гамк Усиление нейрональной активности Ранее нами было уже показано, что в экспериментальной группе крыс с пренатальной ГГЦ Нейроны имеют измененные свойства То есть снижен порог для генерации потенциала действия Кроме того, уменьшается торможение Соответственно, все это может приводить к генерации эпилептиформной активности У данного типа крыс Соответственно, это был последний слайд Хотел бы выразить благодарность Гузельфоритности Диковой, доктору Халилову Ильгаму и Яковлеву Ольге Большое спасибо Алексей Валерьевич, спасибо большое за доклад У нас есть время на вопросы Да Вот пока идут с вопросами Я тогда тоже задам А вот вы вот эти вот экспрессию транспортеров НКСС и КСС-2 как-то смотрели? Нет, к сожалению, не смотрели Это мы планируем посмотреть Потому что, да, как бы следующий логический шаг Когда мы увидели, что у нас все зависит от потенциала ровесицы гамп Это посмотреть экспрессию транспортеров Спасибо Вот как раз Дмитрий Сергеевич, пожалуйста Спасибо, пожалуйста, за интересный доклад Скажите, вот каков уровень гомоцистеина был у потомства И когда он нормализовался? Когда вы смотрели, я так понимаю, часть, самые ранние дни Он как раз будет нормализоваться, а далее он как бы уже нормальный То есть это не прямые действия гомоцистеина Мы смотрели первые три недели после рождения В нашей лаборатории есть исследования, которые определяли уровень гомоцистеина На третий месяц и на год 9 и 12 месяцев после рождения Уровень гомоцистеина выше, чем в контрольной группе То есть он остается не так разительно, как у нас То есть в три-два раза Он может снижаться, но он все равно выше по сравнению с контрольной группой живота А вы их держите на этой диете? Нет, нет Диета у нас только во время беременности Почему? Потому что высокий уровень гомоцистеина сказывается на потомство с точки зрения размножения И когда мы создавали эту модель, мы получали, что самки не могли разродиться просто Из-за высокого уровня Спасибо, но у нас еще есть чуть-чуть времени Да, пожалуйста, Татьяна Юрьевна Спасибо за доклад Уточните, пожалуйста, в каком возрасте вы моделировали флоротиловые судороги? Это вторая-третья неделя после рождения И хотела бы спросить, вот в дальнейшем Вы отслеживали этих крыс? Были ли у них впоследствии спонтанные судороги? Расплывались? Становились ли они эпилептиками? Спасибо большое Еще, когда мы только подбирали вот эту концентрацию, диету Мы получали очень высокие, тяжелые формы гипергомоцитиномии Свыше 100 микромоль в крови И вот там мы, после нарезки среза, я регистрировал спонтанную эпилептическую активность В виде интеллектуальных разрядов А вот здесь, это так называемая умеренная степергомоцитиномия Там нет спонтанной эпилепсии И, соответственно, эти животные Как бы не обладали спонтанным Эпилептическим активностью Спасибо Все, мы двигаемся дальше Движемся дальше Спасибо за субтитры Алексею!